Всем здарова народ, с вами Варчик. Как я уже говорил много раз, если вы хотите поддержать канал, то самое главное досматривать видео до конца. Лайк и комментарий тоже будет кстати. А в этом видео поговорим на очень такую смешную тему для меня, потому что со стороны это очень смешно. Есть замечательный игрок Стэнвэк. Как бы там ни было, играет он довольно таки хорошо. Результат показывает достойный. Я люблю посмотреть самых топовых игроков, поскольку мне это помогает играть лучше. Я беру у них время от времени и заимствую какие-нибудь позиции, тактики или направления на картах. Поскольку когда играешь один, ты можешь научиться играть довольно таки хорошо, но у тебя будет опыт только свой. Свой игровой опыт, от которого ты будешь отталкиваться во время игры, и у тебя хоть и будет какая-то вариативность по тактике в боях, но она будет ограничена только своим опытом. А вот если еще и смотреть других очень хороших игроков, то можно посмотреть, что в некоторых ситуациях, на некоторых картах или направлениях, есть еще некоторые позиции или возможности, которые вы не придумали сами. Я, конечно, не так уж много позиций у Стэнлока позаимствовал, но даже эти пару позиций будут не лишними. Но топовые вододелы World of Nance пошли дальше. Они, видимо, как-то по-своему смотрят на игру топовых игроков и заимствуют. Чужое мнение порою даже плюют на свое и переобуваются прямо на лету. Вот Стэнлок поиграл на польском тяже 10 уровня, набил там средуху, кажется, 5400, показал хороший результат, показал, как играть на танчике, все хорошо. Но танк вышел уже очень давно, никто его не трогал, никому он интересен не был. И тут вдруг, после того, как он сыграл, побежали вододельчики, водоместчики, побежали, голдецом зарядили и поехали в рандом. Стрелять в силуэт голдой и оказывается танк офигенный, а все это время, пока его Стэнлок не трогал, никому он не был интересен. Хорошо, идем дальше. Стэнлок поиграл на Е100, показал хороший результат, вододельчики такие, ммм, показал и тоже побежали. Зарядили на Е100 фулл голду и давай на нем бахать урон. 10 лет они нам рассказывали, что Е100 говно и его нужно апать. Мол, это худший танк, его нужно апнуть, каждый год приезжали к разработчикам и говорили им, а когда вы там апнете Е100 или еще какой-нибудь танчик. И тут оказывается, что Стэнлок показал им, как играть на Е100. Оказывается, на нем нужно заряжать голду, размениваться с врагами, у которых маленькая альфа и давать им свою большую. Пробивать их там, куда попало голдой. Играть от своей альфы, пользоваться большим количеством хп. А так можно было, оказывается. И оказывается, что танчик может набивать много урона за бой. Оказывается, можно было играть от альфы. А раньше танчик был говном и так делать нельзя было. При этом танчик никак не менялся, ему там один раз пробитие ББшкой чуть-чуть апнули и все. То есть танк был говном, практически никак не изменился и стал офигенным. Просто потому, что Стэнлок показал, как на нем нужно играть. Оказывается, топовые вододелы 10 лет играли в картошку, не вникая. И только когда им человек показал, как на танке играть, они вдруг вникли. Что нужно на нем заряжать голду, играть от альфы, размениваться с врагами, у которых маленькая альфа. Все это выглядит со стороны, как перебывание в воздухе, причем очень грубое. Понятно, что все люди рано или поздно допускают какие-нибудь ошибки, могут чему-то сами не научиться. Но в этой ситуации все выглядит довольно-таки грубо. И люди, которые играют в картошку 10 лет, не знали, что на танке нужно играть от альфы, рассказывали нам, что танк говно. А после того, как показали, как на нем играть, вдруг танк стал имбой и апать его не надо. Мне кажется, в вододелов нет смысла слушать по поводу игры, какое у них мнение. Поскольку все время они высирают такое, что на голову не натянешь. То один танк им апой, то другой танк нерфи, то тот же самый танк апой, а завтра не апой. То же самое и по мнению игры. То им голда нравится, то им голда не нравится. Аудитория у них большая, а мелят они черти что. Мне кажется, даже особо не задумываются. Как Камвей говорит, я играл не вникая. А зачем тогда столько видео про обзоры танков, мнения про различные ситуации в игре и про механики в игре, все эти гайдики по игре, если все это не вникая. У меня, в принципе, как раньше было мнение, что вододелы это просто шоу. Если оно тебе нравится, смотри. Но что касаемо игры, я лучше пойду, сам научусь, попробую и пойму, что оно из себя представляет. Либо посмотрю хорошего игрока, чтобы научиться тактикам и позициям в игре. А вот что касаемо самого танка, мне не нужен какой-то там вододел, чтобы он мне прояснял, что нужно делать с танком. Сегодня его нужно апать, а завтра он имба. Причем без изменений. Шоу они умеют делать, пусть они его и делают. А вот в саму игру пусть не лезут, поскольку ей и так уже херово. А то там эти великие Джова Амвей и Юши понаигрались на Е100, и теперь танчик не надо апать. Еще Стэндлок на Е4 сыграет, и тогда точно ничего не апнут вообще никогда в жизни. При этом баланса в игре так и нет. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok